Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, мы продолжим сейчас разговор об откровении Анны Богослова и поговорим о 10 главе, которая сама по себе несколько короче, чем другие главы, в ней рассказывается о том, что евангелист видит ангела сильного, в руках которого раскрытая книга. И вот с одной стороны книга раскрыта, и, как кажется, когда читаешь об этом вот сейчас, нечто важное написанное в этой книге станет нам известным, но ангел говорит, скрой и не пиши, скрой и не пиши того, что ты слышал. Есть какая-то тема, что-то, что открывается Иоанну Богослову, но, тем не менее, не предназначена для того, чтобы быть открытым людям. На самом деле, это одно из самых загадочных мест, которое у читателя вызывает ужасное любопытство, потому что очень обидно знать, что есть нечто, записанное в книге, а ты не можешь ее открыть. Но в каком-то смысле это самоцитата, потому что еще в начале апокалипсиса Иоанн говорит, вернее, он приводит литургический гимн его эпохи, вкладывая его в уста двадцати четырех старцев у престола ангела, которые поют, достоин только ты открыть эту книгу и снять от нее печати. Здесь дело не в том, что он что-то должен утаить, там, подглядел что-то секретное, или случайно ему это открыли, хотя не собирались открывать. Нет, дело в том, что есть, по-видимому, некоторая полнота правды о жизни, о мире, о человеке и о Боге, которая может быть открыта только в Иисусе Христе, только во личной встрече с Ним. И хотя, как кажется, здесь в десятой главе напрямую об этом не говорится, но отсылка вполне прозрачная. Вот эта книга раскрытая, книга, которая открывается Агнацем Божьим, и, не принадлежа ему, не будучи вместе с ним, не воспевая ему хвалу, вообще невозможно к этой глубине и полноте правды прикоснуться. И, в конце концов, для автора отношение к тому, что в этой книге есть, к этой божественной тайне, оно определяется не содержанием тайны, а отношением к Иисусу. И вот это тоже, на самом деле, фундаментальная вещь вообще для веры христиан, в том числе и для той эпохи, когда пишет Откровение Иоанн Богослов. Ну вот и, конечно же, тоже трудно не обратить внимание на сам по себе этот образ раскрытой книги, который в христианской культуре, в истории христианской мысли использовался чрезвычайно широко, потому что эта книга всегда образ воли Божьей. Но другой разговор, что до Господа нашего Иисуса Христа мы могли по-разному представлять себе эту волю Божью и вне Иисуса Христа. Но сам Господь, в общем, говорит о ней чрезвычайно ясно. Нет воли Отца моего, чтобы погиб один из малых сих. Поэтому вот это скрытие, сокрытие информации, о которой мы здесь читаем, вовсе не такая пугающая вещь, как можно было бы подумать. Кроме того, может быть, не менее важно, а даже еще того важнее, странное, не вполне ясное, с трудом поддающееся осмысление, особенно для современного сознания, слово, которое слышит Иоанн Богослов в устах ангела. Этот ангел поднял руку свою к небу и клянется живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней. Клянется, что времени уже не будет, уже не будет вот этой постепенности, о которой шла речь в предыдущих главах, но в те дни, когда возгласил седьмой ангел, совершится тайна Божия, как он благовестил рабам своим пророкам. Исполнится тайна Божия, то, о чем мы на самом деле в молитве отче наш просим, говоря, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Вот ровно о том, чтобы совершилась тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. В связи с этим тоже нельзя не обратить внимание на то, что благовествование Бога рабам своим пророкам для современных христиан в огромном большинстве случаев проходит вообще мимо внимания, и это все же, вероятно, не есть хорошо. Так или иначе, наверное, нам важно было бы обращать на это внимание и знать, что же именно благовествует Бог рабам своим пророкам, когда говорит, скажем, и отрет Бог всякую слезу с очей страждущих, когда говорит, благовествуйте нищим освобождение, когда Бог говорит, я сам буду твоим царем, когда Бог говорит другие поразительные совершенно вещи о спасении, о том, что уже не будут учить друг друга и брат брата, потому что будут знать меня, потому что я простил беззаконие их. Вот, собственно, о чем идет речь, о том, что уже благовествована рабам своим пророкам, и что будет совершаться на земле. Это одновременно отсылка, конечно, к евангельским событиям и к тому, что совершил Господь Иисус в своей смерти на кресте и воскресении. И вот способ для евангелиста сказать о том, что в какой-то момент вот все это движение и колебания мира останавливается и реализуется, совершается тайна Бога на земле. Это, на самом деле, тоже очень важная вещь, понимать, что для евангелиста в каком-то смысле видна такая двухэтапность. Сначала все по-настоящему важное произошло на Голгофе, и затем отголоски, последствия, воздействия этого события, сказываются на всем мире, на всей его истории. И, кроме того, еще мы здесь видим, может быть, относящуюся уже к рассказу следующей, одиннадцатой главы, цитату, тоже довольно вольную, конечно же, цитату из пророка Эзекииля, когда ангел подходит к автору апокалипсиса и дает ему съесть эту книжку, которую он держит в руках своих. И в устах она сладка, как мед, в очреве же горько. И затем снова он призывается пророчествовать. Примерно совпадает это с тем, что мы читаем в самом начале книги пророка Эзекииля, и дальше уже в одиннадцатой главе мы увидим еще одну, тоже чрезвычайно важную из Эзекииля цитату. Продолжение следует...